Во-первых, хочу поздравить Спартак с победой. Игра получилась интересная. Со мной, что он в голевых моментах, Спартак, ну, 3-4, нам забить. Ну, и мы могли. В общем-то, не можем никак выиграть. В общем-то, в Луниках и у Спартака есть на чем работать. Но единственное, что хочется сказать, что все время с Спартаком интересная игра. Очень интересная. Команда даже в ее счете не закрывается. Играет в свою коммуникационную игру, которая нравится и зрителям, и футболистам. И поэтому игры проходят сегодня со множеством моментов. И очень интересно. Поэтому еще раз поздравлю Спартак. И хочу поблагодарить сегодня своих ребят, которые за тот сезон и сегодняшнюю игру, которую они продемонстрировали. Переходим к вашему вопросу. Мы должны представляться обязательно. И уточнять, кому это вопрос обрисован. Прошу. Отстрелялся. Давай, пожалуйста, задаем друг друга. Все. Ну, естественно, к единственным опасным, что тренеров есть. Только ради бога, не в России. Да нет. Здесь, да? Здесь, да. Здесь, да. Здесь, да. Наверное, завтра СМИ будут очень долго рассказывать, как большая часть другу о том, кто кого стимулировал, где будет матча, Спартака не надо. Но хотел бы услышать от вас комментариев. Кто кого стимулировал. Да. Но хотел бы услышать. Давайте так. Вы же журналист. Текст там много. Два слова и вопрос. Скажите, какие-то комментарии об игре «Динамо» в раз и есть ли игроки «Динамо», которые вы хотели бы видеть в своей команде? Просто, может быть, у вас фамилии есть или нет? Ну, я присоединяюсь к мнению главного интерьера «Динамо», который смотрел со своей командой. Ничего добавить я не могу. А если бы даже я хотел брать какого-то игрока из «Динамо», наверное, я здесь об этом не скажу. Потому что завтра СМИ будут рубить опять. Что по-итальянски означает, понимаете, да? Но по поводу кто-то стимулировал, извините. Вы задавайте вопросы про футбол. Потому что у меня такое чувство, что в этой стране кроме судей и стимуляции ничего нет. Есть же тактика какая-то. Еще что-то. Ну, я не знаю, о чем-то можно говорить, кроме «Динамо»? Куда трансферные потоки? Боишься на улицу выйти, боишься трансферным потоком? Смельчет. Миллионы туда-сюда давить, даже с моей реакцией иногда тяжело говорить. У нас «Круссамольская правда» обычно адаптики задает. Дмитрий Суперлов. Смельчет, а у вас нет ощущений, что сделали все для отступания? Ну, раз два очка отстали, значит, не все сделали. Математика? Такие иногда бывают сложные, особенно пусть такой играет. Ну, ничего. Разве мая? Ну, хуже второго места вообще ничего нет, наверное. А стабильность, знак класса, мастерства, как мы знаем. Ну, чтобы сделать еще, наверное, шажок, надо кое-какие вещи, наверное, переосмыслить. И, ну, постараемся это сделать. Еще? На Костов, конечно. Ну, Торбинский уже сам попросил замену, он еще доиграл пять минут. И когда он показал, надо убнять, потому что и в той игре у него была с задней поверхностью бедра проблема. Надо ему тогда дать должное, что он взялся за эту игру, то, что ему, как кажется, время было уделено, он свое дело сделал. И, ну, хотим мы или нет добивать игрока, потому что через неделю уже играет сборная. Обо всем надо думать, и я его заменил. И теперь он знает, как тяжело тренеру, потому что рядом со мной сидел и тоже дергался. Карин Яченко, у него с Карином, надеюсь, никакой особой, особых проблем нет больших. Ну, он последние игры играет все время, поэтому, видимо, организм тоже железный и дал о себе знать. Ну, я же все-таки соперник, я же все-таки, который тоже умеет играть и хочет играть. Естественно, команда, если вы уже сидели в тот раз после, мы два дня назад играли с не самой плохой командой из Германии, которая называется Байли Веркузе. Мы достойно играли, много сил отдали, поэтому, наверное, 90 минут сегодня было тоже тяжело играть. Но с характером у нас проблем нет, на зубах сыграли, тем более у Штранска уже в первом даме была проблема. Взялся за игру, доигрывать и доиграл. Я думаю, что на своем хорошем уровне. Ну, а через два дня на третье все время играть, ну, не бывает так, что с первой минуты мы побежали всех переехать. Так не бывает. Я думаю, что команда сыграла в то, что мы хотим. И надо сказать, коллега сказал, что им интересно играть, нам тоже было сегодня интересно играть, потому что мы прекрасно знаем, что и Динамо играющая команда, и будет хороший футбол. Так, в принципе, оно и получилось. Спасибо. Пишите, пожалуйста, как вы узнали, как «Зенит» стал чемпионом в этом эпизоде? Кто вам сообщил об этом? «Зенит» стал чемпионом просто. Они набрали больше очков в этот раз, а на счет я узнал в «Раздевалке». Потому что, ну, неинтересно это все. Мы выиграли, зашел по «Раздевалке», сказали, они проиграли, ничего с хрена. Было бы радости больше, но так как они выиграли, поздравления в Питер. У них очень хорошие болельщики. Я серьезно говорю, они болеют за команду. Они, я думаю, что после наших одни из лучших в России. И вы знаете, что в перекладину за три минуты до конца с этого не попал? Ну, что это меняет? Теперь надо менять, оставьте так, как есть, и жизнь продолжается. Надо делать выводы. Вы же в России. Вернее, мы в России. Хороший вывод. Так что, умом Россию тяжело понять. Даже перекладины. Первый чемпионат России для вас подошел к концу, скажем, вам, то есть, когда подойдите с каким-то выводом? Ну, до сих пор российский футбол гроза не зарубежных гостей. Но он так чуть-чуть у меня уже приближается, уже становлюсь россиянином. Многое я начал понимать. Но самое главное, чтобы от своих принципов не отказываться, а все остальное. Не смертельно. Удовлетворен? Достаточно. Ну, Горбачев же наш президент был. Надо же было охота учиться. Александр Славович, Алексей Грухов, ТВ-центр. До игры сломался автобус. Как-то наложил отпечаток на психологическую церковь? Вы это заметили? Мы это узнали. Мы это узнали. Нет, вы это заметили? Нет. На меня не наложил, потому что, ну, автобус тоже может сломаться. Он не выдержал конки за чемпионство. Сменить автобус. Вывод напрашивается. Менять автобус. Это будет наш, видимо, первый трансфер, который я... Сейчас спрашиваю, какая у него травма. Травма сейчас там разбирается. Я думаю, какая бы она ни была, сами понимаете. Есть подозрение на надрёк сзади поверхности моста. Травёчий закончился. Ну, давайте, давайте, посмелять, потому что всё-таки уже пресс-конференция и будет только последний раз быть с улицом, да? С улицом. Ну, тогда все замёрзут и вообще не придёте. Так что давайте пока. Сдай мне. Ну, ребят, шанс. А, всё, Дичковский сказал. Всё, мы тогда всё. Всем спасибо. Спасибо.